Добрый вечер на телеканале Югра. Программа «Больше чем новости». Я Елена Келян. Как обычно в субботнем эфире «Все, чем желаю Югра» на этой неделе. Большой спортивный праздник сегодня состоялся в Хантамансиске. На трассу в пойме реки Горная вышли участники югорского лыжного марафона. Они приехали в окружную столицу со всей России, а еще и с Казахстана, Молдовы и Латвии. Возрастных ограничений не было. В этом году отменили и организационный сбор. Главное условие – у лыжников должен быть отрицательный ПСР-тест. Участники стартовали в 11 часов. На дистанции в 5, 25 и 50 километров ушли как любители, так и профессиональные спортсмены. Например, Александр Большунов, Сергей Устюгов, Александр Легков и Евгений Дементьев. О том, какая царила атмосфера на спортивном празднике, узнала Наталья Акст. Ну что, мы находимся на югорском лыжном марафоне, восьмом по счету. Здесь огромное количество народа, почти 3000 человек сегодня стартуют на разные дистанции и будут бороться за победу. Настрой у меня хороший, активный, я готова. Бегу первый раз 25 километров. Катался два дня назад, трасса была отличная. Думаю, в сотку попастье. На 25 километров бегу. Мы тоже решили встать на эту лыжню, по которой сейчас рванут в бой все эти спортсмены. В принципе, здесь она достаточно не такая разбитая, как там. Посмотрите, какая массовость. Когда видишь такое количество спортсменов, которые готовились к этим стартам. И им предстоит пробежать 5 километров, 25. И самая большая королевская дистанция – это 50 километров, где побегут в том числе именитые спортсмены, уже состоявшиеся. Ну что, вы готовы бежать? Да, готов. Как вам вообще лыжня? Ну тут-то пока более-менее. Первый круг нормально будет, потом каша превратится по-любому. Первый раз приехал, попробую сейчас. Откуда приехали? В Татарстан. На старт дистанции 25 километров выходит и наш ведущий, журналист Дмитрий Пришвицин. Сейчас ему слово. Как у тебя настроение? Готов? Я готов. Все прекрасно. Но трасса действительно очень тяжелая. Я сейчас просто без лыж пробежался. Пока брал интервью, я провалился раза 4. Не знаю, как все пойдет, но главное – спортивный праздник. И пойдем сегодня. Помимо того, что сюда на трассу пришли почти 3000 человек, это и любители, и, естественно, профессионалы, но есть и другая армия. Это армия их болельщиков. И вот сейчас хочется узнать, кого они пришли поддержать. Ну, конечно, за наших спортсменов хотим поболеть. Большунова, Устюгова. Мы любим, смотрим. Всегда по экрану. Но вот первый раз пришли посмотреть вживую. Слава Богу, увидели. Жена бежит. Я вот подношу вещи сегодня. Обязательно. На какую дистанцию ушла? Нет, пятерочку. Прокатиться, погулять. Вы почему не рискнули это сделать? Ну, не готов в этом году. Морозу не позволили. Ну, и поставил вакцину, поэтому нельзя пока напрягаться. Здорово вообще, что сейчас после всех карантинов и запретов, сейчас мы можем насладиться обществом друг друга, провести какие-то спортивные мероприятия. Это здорово. Люди по этому скучали. Вместе с нами сейчас находится Илья Трифонов, несменный ведущий Егорского марафона лыжного. С 2014 года. С 2014 года человек ведет это мероприятие. Мы скучали по нему не год, а два. Потому что в прошлом году мы же его не проводили. Поэтому в этом году мы ему рады в двойне, в тройне, в четверне. И вы видели состав, какой он на старте? Ну, все топы, которые есть в российских лыжах. А еще плюс к этому и биатлон. Буквально еще минута, и вот эта вот толпа на нас ринется. Мы должны, конечно же, оперативно сдвинуться в сторону, чтобы нас не снесли. Все, побежали! Поехали! Отходим, 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 отходим. Югорский марафон ежегодно собирает сильнейших спортсменов не только нашей страны, но и мира. Нынешний забег исключением не стал. К большому спортивному празднику присоединились лучшие биатлонисты страны, которые неделю назад здесь соревновались на чемпионате России по биатлону. За главный приз приехали побороться и сильнейшие лыжники. Они в Ханты-Мансийск прибыли после главных российских стартов, которые проходили в Тюмени. Приехал Александр Большунов. К слову, победитель всех гонок на чемпионате страны, чемпион мира и двукратный обладатель большого хрустального глобуса. Именно он чуть ли не в одиночку оставлял с носом всю норвежскую команду. Был главным претендентом на призовые места на кубках и чемпионатах мира по лыжным гонкам. Во многом благодаря этому спортсмену лыжные гонки накрыла новая волна популярности. В Югре Александр уже не в первый раз и к югорскому марафону относится не как к прогулке на лыжах, а готов бороться за первую ступень пьедестала. Пообщался с лыжником мой коллега Дмитрий Пришвицин. Его интервью в рубрике «Гвоздь программы». Александр, добрый день. Вы, наверное, на сегодняшний день один из самых популярных спортсменов в стране. Скажите честно, мы, журналисты, вам надоели? Добрый день. На самом деле так и есть. Надоели. И уже когда мне кто-то пишет, то я не отвечаю. А когда мы все-таки встречаемся, то я хочу побыстрее закончить это интервью и пойти потренироваться. Вот такая популярность, она как на вас сказывается? То есть находите ли вы в ней какие-то плюсы? То есть, например, может быть, в рекламе? Плюсы есть, конечно, в том, что сейчас много внимания, но мне, если честно, это не нравится и много сил у меня отнимает. Да, реклама – это хорошо, но все-таки лыжные гонки у меня приоритет и результат на первом месте. Вот сейчас спортивный сезон уже завершился. Александр Большунов во время отдыха какой он? Как отдыхаете? Отдыхаете ли вообще? Конечно, отдыхаю. И для меня все-таки отдых – это спокойные тренировки и как бы в обычном режиме. А когда постоянные интервью и еще есть, если перелеты, то мне это дается очень сложно. И как бы мой организм больше устает от интервью и от перелетов. А все-таки отдых – это немного спокойно покататься, то есть когда все идет по плану. Принять участие в Егорском лыжном марафоне – для вас это было спонтанное решение или же это часть сезона, часть какой-то гонки, серьезный, ответственный старт для вас? Это ответственный старт и все-таки последний старт в этом сезоне и возможность все-таки до 10 апреля, до 11, продлить сезон. И завтра это будет последний старт и все-таки последний старт и последние тренировки именно на снегу. Потому что после Егорского марафона уже снежная подготовка заканчивается и будет отдых, после чего уже начнется подготовительный период и другие уже тренировки, не снежные. Вы уже, наверное, неделю находитесь в Ханты-Мансийске. Успели ли посмотреть город, где успели побывать и чем вообще занимались, кроме тренировок и различных интервью? На самом деле город не удалось посмотреть, потому что я прилетел сюда, здесь, в Ханты-Мансийске, прилетает только один рейс ночной. И после этого рейса очень долго приходишь в себя, как минимум пару дней приходится прямо такого очень хорошего режима и побольше сна, чтобы все-таки восстановиться. По городу я смотрел два года, три года назад, когда здесь был последний раз. И в тот момент были небольшие прогулки и я посмотрел город. Александр, буквально через две недели у вас свадьба и Егорский лыжный марафон в шутку называют «Мальчишник к Большунову». Расскажите, пожалуйста, как вообще идет подготовка к свадьбе? Я практически не влаживаю в эту часть, и этим занимается Аня, и все вопросы она решает. Я как бы... она немного какие-то моменты спрашивает, как лучше сделать, и там уж мы вместе решаем. Ну а так, все как бы на ее плечах. Насколько я знаю, вы приглашали на свадьбу своего, наверное, одного из самых главных соперников, норвежца Клэба. Как он ответил на приглашение? Да, он присылал ответное письмо и сообщил, что не сможет прилететь, так как подписал контракт и участие в съемках с 20-го как раз по 30-е апреля. Ну что, Александр, мы желаем вам успешно завершить сезон, ну и ждем от вас медали уже в Олимпийском году. Спасибо. Александр Большунов показал лучший результат на Егорском лыжном марафоне 50 километров. Он пробежал за 2 часа и 5 минут. К слову, это его вторая победа в нашем марафоне. Вторым к финишу пришел Рауль Шакерзианов. Взамкнул тройку лидеров югорский биатлонист Никита Поршнев. У женщин выиграла Татьяна Сорина. Вторую ступень пьедестала заняла Наталья Непряева. Третью финишировала Юлия Ступак. Напомню, победители гонки на 50 километров получат по 400 тысяч рублей. Обладатели вторых и третьих мест по 200 и 100 тысяч соответственно. В Югре займутся имиджем лыжных гонок как олимпийского вида спорта. Правительство, округа и федерация лыжных гонок России официально договорились о сотрудничестве. Соглашение подписали Наталья Комарова и президент федерации Елена Вяльбе. Документ подразумевает не только популяризацию, но и развитие технического обеспечения, а также строительство новых лыжных баз. Уже сейчас в регионе лыжными гонками занимаются более 20 тысяч человек. 10 югорчан входят в состав сборной России. Кстати, регион подал заявку на проведение чемпионата России по лыжным гонкам. Так что большие соревнования могут пройти в Югре уже в следующем сезоне. Это больше чем новости. Смотрите далее в нашей программе. Поплыли. Весна принесла новые проблемы в Югру. Без сапог не обойтись, а машины пора менять на лодки. Темные пятна на карте города. Анна Шуркевич прогулялась по заброшенным стройкам Ханты-Мансийска. Чудо техники и никакого мошенничества. Расскажем, как жители отдаленных поселков переживают распутицу. Комфорт в городе зависит от нас. Югра готовится к всероссийскому голосованию за объекты благоустройства. Нагрянувшая весна заставила югорчан прыгать, плыть и даже ходить по воде. Снежные кучи разлились озерами, которые не обойти и не объехать. В начале этой недели по соцсетям прошел челлендж «Замерь самую глубокую лужу». Присоединилась к нему и окружная прокуратура. Ведомстве решили проверить, действительно ли улица затопила талыми водами. Прокуратура оценит действия органов местного самоуправления. Насколько они своевременно и финансово полно занимались очисткой улиц. Проверят и управляющие компании, добросовестно ли они занимаются содержанием дворовых территорий. На проблемы с лужами обратила внимание и губернатор Югры. Наталья Комарова потребовала от глав муниципалитетов в кратчайшие сроки навести порядок. Время покажет, кто окажется оперативнее власти или весеннее солнце. Материал Ольги Придохи с улиц Сургута, где жители пытаются с сухими выйти из воды. Картина Репина Время приплыли. В реальности, пожалуй, выглядит именно так. Это Когалын, Центральное кольцо. Здесь плывут даже внедорожники. С трудом по талому снегу прыгают жители и во дворах. Коммунальщики грешат на осадки. Их было много, вывозили по возможности. А то, что осталось, превратилось из сугробов в огромные озера. С сюрпризами в виде ухабов и ям на дне. Проблему в городах решали в ручном режиме. Экстренно сушили лужи. В основном мы стараемся убрать автомобильные дороги, проезды. А также около школ, садиков и возле больницы. 37-38 сантиметров. Глубина лужи на парковке железнодорожного вокзала. И это при том, что несколько часов назад здесь работала спецтехника. И откачивала воду. Вот эта огромная лужа. Площадь 20-30 квадратных метров. На нее пожаловались сегодня жители города в социальных сетях. Власти приняли экстренное решение. И теперь хотя бы пассажиры общественного транспорта могут дойти от остановки до автобусов. Раньше этого сделать было невозможно. Говорят, что проблема практически каждый год всплывает вместе с талым снегом на поверхность. Здесь, видимо, проблемы с ливневкой. Каждый год или если ливень, то вот такая большая лужа. И тут яма из-за этого. Вот ямка получается, вот ходить невозможно. Если это убрать, я думаю, проблема исчезнет. Там же люки, они же глубокие. Там где-то сантиметров 30. Просто автобус проваливается туда и не обрызгивает людей. Здесь, конечно, они обходят. Вот, считайте, пешеходник, они уже не попадают. Они вот здесь вот идут. Неудобненько прям. Нет, неудобно. А там уже они переходят тоже. Считайте, машины на перекрестке стоят, и они под сами машины лезут. Вот мы здесь на месте полчаса работаем, а вот эта вот самая лужа, она, как видите, прибавляет. Сегодня утром почистили вот эту лужу, убрали воду. И, скорее всего, к вечеру ситуация будет примерно такой же, что и вчера. Вот мы пока снимали, узнали, что сургутяне в социальных сетях устроили целый флешмоб и написали в социальных сетях очень много жалоб на разные улицы, на разные лужи, глубины. А вот это историческая лужа. Здесь она практически всегда. Мы снимали в прошлом году летом, когда случился сильный дождь, и это место снова затопило. Вход в кедровый лог. Как видите, в парк сегодня лучше не ходить. А-а-а! Промокли сапоги! Это самая глубокая лужа, которую вы видели сегодня? Сегодня? Не знаю, во дворе у меня глубже есть. Может, пожалуетесь тоже где-нибудь в соцсетях? Давайте, мир опять дроп-1. Давайте вот сюда в камеру посмотрите. Да. Во дворе, посередине дома неплохо бы откачать лужу, а лучше заасфальтировать все. Апогеем всего стал прорыв теплотрассы в Сургуте и прямо в центре города. Грунтовые талые воды вырвались наружу и подняли асфальтную плиту. Потоп, конечно, остановили, но осадок все равно остался. Это знаменитое Маяковского 37 общежитие, морское побережье Сургута. Морское, потому что лужа здесь практически не прекращается вот от того забора и до дороги. Я не знаю, как здесь ходят люди, потому что вот там подъезд, выход, и практически последняя ступенька заканчивается уже в воде. Сейчас здесь работает специальная техника, говорят, работают с утра лужи, а не стало меньше. Стремительно тает снег, вода будет еще прибывать. Проезд административный. Но дабы, не дай бог, не затопило наше подвальное помещение, мы приняли решение откачивать воду. Самостоятельно? Самостоятельно. Сколько это у вас займет? Ну, это же в деньги? Два дня. И деньги. Ну, это уже другой вопрос. Нет, самое эффективное, это провести благоустройство придомовых территорий и ливневых канализаций автодорожной сети. Но все упирается в деньги. У нас есть сейчас обращение граждан на ремонт 34 придомовых территорий. Это в районе 206 миллионов рублей. Это только... А ремонт, это ремонт? Конечно, да. Порядка 400 километров у нас протяженность дорог по городу. И всего лишь 90 это ливневая канализация. То есть вот сколько нам не хватает. То есть если мы хотим, чтобы не было воды на улице, значит, нам надо строить. Строить ливневую канализацию, строить отечественные сооружения. В общем, чтобы весь Сургут весной не затопило водой, работает сразу несколько служб. Во дворах и на придомовых территориях кто-то откачивает воду. А за моей спиной сейчас чистят ливневые канализации. Большие машины сначала откачивают воду, а потом под напором воздуха пробивают песок, грязь и мусор, который скапливается в ливневой канализации за несколько месяцев. И пока администрация города ищет деньги, чтобы полностью обновить систему ливневых канализаций, это 90 километров. Нам остается только ждать лето, чтобы все лужи в городе под солнцем высохли. Ольга Придоха, Игорь Батищев, Алексей Шахмаев, телеканал Юграм. И это больше, чем новости из Сургута. Этой весной в Вологодской области с высоты пятиэтажного дома упал мальчик. Ребенок гулял по заброшенной стройке. Очевидно, что такие объекты должны быть за забором и под охраной. Но, к сожалению, эти требования соблюдаются не везде. В том числе и у нас в регионе есть замороженные объекты, за которыми никто не следит. Анна Шуркевич посвятила свою рубрику «Инспектор гаджет» с заброшенным стройкам и приглашает на экскурсию по опасным достопримечательностям. Ханты-Мансийска. Ханты-Мансийск – город молодой. С крыльевыми заборами здесь никого не удивить. Но также в этом городе есть заброшенные стройки, вход в которые абсолютно каждому доступен. Вот это когда-то должно было стать детским садом. Разрешение на стройку выдали почти 10 лет назад. Лет 7 назад стройка остановилась. Ну, по крайней мере, были ворота, которые были на замке, но теперь и они распахнут. В общем-то, ни о какой охране этой стройки даже речи не идет. Причем эта заброшенная стройка находится в непосредственной близости с жилыми домами. Пройдя буквально метров 10, можно найти тропинку и беспрепятственно зайти на стройку. А это не долгострой. Это было полностью построенное здание детского сада. Ворота нараспашку, заходи, кто хочет. Ну, вот, собственно, я абсолютно беспрепятственно прошла на территорию детского сада. Согласно правилам консервации, окна и дверные проемы должны быть заколочены. Это требование безопасности. Остается загадкой, почему здесь не запечатали окна и двери. Вот эта стена заложена 30 марта 2012 года, почти 10 лет назад. На самом деле не составит труда попасть внутрь. Но из меня так себе сталкивают, и, честно говоря, мне страшно туда идти. Этому долгострою тоже уже больше пяти лет. Но в отличие от того детского сада, здесь глухой забор и запечатанные окна. Вот здесь охранник, вот она школа. Это недостроенная школа, конечно, всеобщая боль жителей СУ-967, потому что в этом отдаленном микрорайоне Ханты-Мансийска, в принципе, нет школы, а живет здесь на минуточку больше полутора тысяч человек. Ближайшая школа находится минимум километрах в шести от этого поселка. Еще одна подобная городская достопримечательность находится в самом сердце Ханты-Мансийска, в парке Лосева. Здесь одна из аллей ведет прямиком к стройке. На самом деле у этого строительного забора несколько дыр, но через эту проникнуть на стройку намного проще. Стоит ли говорить, никто эту стройку не охраняет уже много лет? Ну и наскальная живопись говорит о постоянном человеческом присутствии на объекте. Вот еще один вход. Ну а официальные ворота все-таки закрыты. И даже есть будка охраны, но там никого нет. Стройка это в первую очередь опасность. И сознательный взрослый вряд ли отправится гулять среди кирпичей и арматуры. А вот дети могут с легкостью поменять детскую площадку на строительную. Тем более, если ничего и никто не мешает им проникнуть на объект. А это уже другая история и другая ответственность. Анна Шуркевич специально для программы «Больше чем новости». После обращения нашей телерадиокомпании «Югра» служба жилищного и строительного надзора заинтересовалась этими объектами. В ведомстве заверили, что в ближайшее время на заброшенных стройках организуют проверку. Кстати, с 1 июля у строя надзора появится новая обязанность проверять правила консервации оставленных строек. В силу вступает новый закон. За дыры в заборе и открытые окна предусмотрена ответственность. Ну а пока в наших силах инициировать рейд по опасным местам. Как нам выйти на проверку, чтобы заставить, например, орган местного самоуправления или собственника этого незавершенки, допустим, банка, выполнить какие-то мероприятия, обеспечить безопасность. Значит, гражданин должен написать письмо службу жилищного и строительного надзора о том, что имеются вот такие факты, которые несут угрозу жизни, безопасности и здоровью людей. Ну, с приложением соответствующих, может быть, фотографий, то есть то, что граждане видят. Естественно, будет организована проверка. Как сделать городскую среду комфортной? Об этом говорили в окружной столице. Хантамансийская точка кипения стала местом притяжения добровольцев со всей Югры. Сюда приехали участники федерального проекта формирования комфортной городской среды. Это руководители 15 волонтерских корпусов. Полученные знания они уже передают активистам в муниципалитетах. В первую очередь помогают освоить платформу для онлайн-голосования в поддержку новых объектов благоустройства. Почему важно принять участие в голосовании, расскажет Наталья Акст. К добровольческому движению Кристина Еворская подключилась 10 лет назад. Еще студенткой Сургутского госуниверситета основала в ВУЗе волонтерский центр, а после выпускного осталось там работать. В прошлом сентябре Кристине предложили возглавить открывшийся отдел по развитию добровольчества в Нижневартовске. Захотелось чего-то нового, чего-то интересного. И работаем над тем, чтобы добровольчество в городе Нижневартовске было структурированным, неразрозненным и более качественным. Чтобы быть хорошим начальником, нужно постоянно повышать свой уровень знаний или на современный лад прокачивать скиллы. Для этого Кристина вместе с единомышленниками со всего округа приехала в Хантывансийск на обучение. Его на базе местной точки кипения организовал фонд гражданских инициатив Югры. Можно ходить. Да, можно много ходить. Поэтому ходим, ходим, ходим. Руководители волонтерских корпусов учат организовывать работу на местах и проводить онлайн-голосование за объекты благоустройства, а еще решать любые сложные вопросы. Основная задача волонтеров помогать проголосовать, то, соответственно, сложности могут быть, как и в самой процедуре голосования, это могут быть пожилые люди, которые не совсем понимают, как пользоваться гаджетами. Это могут быть какие-то такие критические, сложные вопросы, на которые не всегда может ответить волонтер. Поэтому мы ко всем таким сложным ситуациям готовим. Чтобы добровольцы могли грамотно сглаживать конфликты, наставники провели игровой тренинг. Предложили участникам примерить роли недовольных горожан. Хейтеры это называют, хеклеры, ну, по-разному тех людей, которые вторгаются в процесс и хотят его прям расшатать. Есть некие прям, я бы сказал, формулы, как построить предложение, когда к тебе пытаются вторгнуться в твое пространство, в твой диалог, и как это предложение простроить так, чтобы человек отстал, причем не негативно, а прям спокойно он такой понял и ушел. Знания руководителя корпусов сейчас передают волонтерам. Отвечать на вопросы о проектах формирования городской среды и условиях голосования активисты будут в 30 информационных точках по всему округу. Их откроют в крупных торговых центрах и МФЦ. Югорчане могут не только отдать свой голос, но и выступить со своими идеями. Именно так поступили жители Белоярского района. Они активно обсуждали благоустройство набережной. В итоге этот проект стал победителем всероссийского конкурса и получил грант в 60 миллионов рублей. Набережную Саипан построили в прошлом году. На площади 60 тысяч квадратов расположились историко-этнографическая зона, лыжероллерная трасса, веревочный парк и множество пешеходных троп с арт-объектами. В 2020 году проголосовало 152 тысячи человек за проект. Комфортная городская среда 2021 года будет куда более обширной и с более емким привлечением населения. Как раз таки благодаря добровольческому корпусу. То есть это непосредственная работа с людьми на точках голосования, где будет обеспечиваться им вся консультационно-методическая и информационная помощь. В части именно как пройти голосование, за что проголосовать, какие проекты представлены и что такое в целом комфортная городская среда. Определить список первоочередных территорий для благоустройства в своих городах югорчанам предстоит с 26 апреля по 30 мая на специальном сайте 86.городсреда.ру. Это может сделать каждый житель региона старше 14 лет. Например, отдать свой голос за будущие парки или обновленные скверы. Наталья Акст, Александр Шулдиков, Владимир Дадыко. Специально для программы «Больше чем новости». За последние два года на формирование комфортной городской среды в Югре потратили больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Уже благоустроено 386 объектов. В основном это дворовые территории. В этом году в округе планируют сделать комфортными для жизни еще 135 пространств. На эти цели запланировано свыше 800 миллионов рублей. Больше половины из них это средства федерального бюджета. Они позволят воплотить в жизнь 55 новых объектов. На условиях софинансирования реализуют идеи победителей всероссийского конкурса. Это четыре муниципалитета. Покачи, Нягань с проектами «Озеро молодежное» и «Центральный лес культуры и отдыха». А также «Когалым» и «Урай» с благоустройством набережных. В Югре закрывают зимники и ледовые переправы. В ближайшие дни они перестанут функционировать полностью. А их было, напомню, почти сотня. Сто ледовых переправ с прилегающими к ним зимниками. Из-за стабильного плюса на термометре покрытие на зимниках пришло в негодность. Лед потерял прочность, а снег стал рыхлым. Ездить по прежним зимним маршрутам сейчас крайне опасно. На бездорожье можно застрять, а на переправах провалиться под лед. После закрытия на всех зимних дорогах установят запрещающие знаки и ограждения. С закрытием зимников в Югре транспортное сообщение с труднодоступными поселками не прекратится. Северречфлот уже запустил четыре маршрута судов на воздушной подушке. Они уходят из Ханты-Мансийска в Троицу, Кыши, Княлина и Пырьях. Дорога, к слову, занимает не слишком много времени, а поездка на судне с воздушной подушкой порой даже комфортнее, чем на колесном транспорте. Проверить это на себе отправился Сергей Коробков. Вот такую сцену в Нялино можно наблюдать примерно раз в два дня. С такой частотой ходит теплоход. Для жителей поселка это пока единственная связь с Большой Землей. Чтобы получить, например, документы или какие-то сделать срочные покупки, приходится пользоваться теплоходом. И все с нетерпением ждут, когда же начнется, наконец, большая вода, и можно будет воспользоваться уже лодками, ну или какими-то другими плавающими средствами. В навигацию в Нялино ходят Линда. Да еще и ночуют здесь. Так что местные могут рано утром уехать в город, а вечером того же дня вернутся. В межсезонье, конечно, такой возможности нет. Ходят не каждый день. Это надо где-то ночевать, это проблема у нас. А где приходится ночевать? Ну, если у кого-то есть родственники, значит, если нет, значит, приходится людям идти в гостиницу. И все же четыре рейса в неделю – это очень хорошая связь с городом. Куда лучше, чем прежняя вертолетная. Дважды в неделю. Сейчас авиацию используют в двух случаях. Экстренная эвакуация и короткий период ледохода. Особенно радуются такому расписанию ученики гадетского интерната и их родители. Начало закрытия зимников совпадает с весенними каникулами. Поэтому аэроходы – настоящий подарок для нялинских кадетов. Впрочем, не только для них. Ближайшие к поселению МФЦ находятся в Ханты-Мансийске. Так что получение любых официальных документов – это всегда путешествие. За паспортом? За паспортом? Да. Старшая девочка. Где там ехать? Так спокойно, я не ожидала, что так спокойно будет ехаться. Там я пришел на ехать? Да, 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 да. Судно на воздушной подушке ходит в нялин уже второй год. Но, к нашему удивлению, половина пассажиров, с кем нам удалось поговорить, ехали на нем впервые. Возможная причина в том, что такое сообщение действует лишь пару месяцев в году – весной и осенью. И местные жители по давней привычке стараются завершить все свои дела к периоду межсезонья. Но есть и те, кто пользуется аэроходами регулярно. Например, почтальоны. Для жителей прибрежных поселков экипажи судов почти как родные. Природа, люди хорошие попадаются. Так что, это север. У вас, наверное, уже много тут знакомых по разным населенным пунктам? Ну, есть, конечно. Знают вас? Ну, знают. Вы какие-то дружеские сложились отношения? Ну, конечно, в поселках таких. Да всегда находятся люди, с которыми дружишь. Кто-то помогает тебе, кому-то ты помогаешь. Удивительно, но прекрасно осознавая важность работы теплоходов на воздушных подушках, югорчане сами же создают для них аварийные ситуации. Все, как в чеховском рассказе злоумышленник. Только там была гайка, открученная от железной дороги. А здесь вешки, натыканные по всей реке. Из-за них со стороны может показаться, что за штурвал новичок или ребенок. Хотя на самом деле нужно настоящее мастерство, чтобы довести судно невредимым. В этом году, сколько мы, вторую неделю ездим. Пока еще не ремонтировали. А вот, допустим, напарники наши, другой теплоход, они уже порвались, то есть они уже ремонтируются. С этой весной суда на воздушной подушке причаливают в Ханты-Мансийске не у речного вокзала, а ниже по реке в Затоне. Причина проста. Одно из трех судов стало на капремонт, а значит выросла нагрузка на оставшиеся два. Чтобы дойти от Затона до вокзала, аэроходу нужно полчаса, то есть это плюс час ко времени одного рейса. Поэтому для удобства пассажиров место высадки перенесли и запустили к нему трансфер от речного вокзала. Автобус подъезжает практически к борту судна. Какое впечатление по итогам поездки? Нам, жителям, скажем так, большой земли, трудно на самом деле до конца осознать, что такое жить в труднодоступном или отдаленном населенном пункте. Несмотря на то, что вот наши жители Нялина, с которыми мы разговаривали, говорили, что они, в общем-то, могли бы, наверное, обходиться без судна на воздушной подушке, без этих теплоходов, потому что летом лодки, ходит Линда, по зимнику, соответственно, машины, и можно доехать. На самом деле, я думаю, что это такое некоторое лукавство, наверное. Отменить сейчас вот эти рейсы, и все эти люди прям сильно пожалеют о том, что как было раньше хорошо, когда ходили сюда на воздушной подушке. Можно было хотя бы раз в два дня, но добраться до цивилизации, поехать, сделать паспорт, например, ребенку, да, получить какую-то справку, да, или просто сделать какую-то покупку. В конце концов, просто не сидеть дома, запертыми полтора месяца, пока начнется навигация. В общем, транспортная доступность – это важно. И хорошо, что в Югре даже в такое время, когда сезон, что называется, ни рыбы, ни мяса, можно попасть даже в такие отдаленные места. Сергей Коробков, Федор Тюменцев, телекомпания «Югра» специально для Больше, чем новости. Энергетиков Югры традиционно по весне ждет нелегкий период большой воды. Сложная паводковая ситуация стандартно складывается в бассейне Аби. В прошлом году максимум оказался на 60 сантиметров выше привычной отметки. Так, в Нижневартовске он составил 9 метров 18 сантиметров. В зоне риска потенциально находятся 6 тысяч жителей с 48 населенных пунктов Ханты-Мансийского, Нефтеуганского, Сургутского районов. Реки пока не вскрылись, но уже сейчас энергетики осматривают объекты в зонах возможного подтопления. Какие меры они предпринимают, выясняла Елена Составова. Энергетики проверяют линии электропередач круглый год. Зимой они добираются в труднодоступные места на Буранах, но скоро пересядут в лодки. Паводок не за горами. Самое время проверить готовность спецтехники. Когда приходит большая вода, энергетикам помогают вездеходы-амфибии. Переплыть опь такая машина не сможет. Слишком глубоко, да и течение сильное. Зато она легко преодолевает мелкие реки и болота. Вездеход вмещает бригаду из шести человек. На нем можно не только путешествовать, но и жить. У машины есть съемный модуль, похожий на плацкартный вагон. Здесь бригада может заночевать, если поездка затягивается. Иногда к линиям электропередачи приходится добираться вплавь. Две моторные лодки уже прошли техническое обслуживание и готовы спуститься на воду. Акваторию Меги и Аби обследуют несколько раз в месяц. Следят за этими местами и специалисты МЧС. О любых подозрительных случаях информируют энергетиков. В зоне повышенного риска находятся две подстанции. Дельта стоит у самой протоки Мега. В этом месте энергетики регулярно контролируют состояние берега укрепления. При необходимости ремонтируют. В 2015 году мы выполняли ремонт берега укрепления данной подстанции. И на текущий год у нас заложены мероприятия по поддержанию справного состояния. В рамках данных работ предусматривается подъем плит, подсыпка песка и щебня, образовавшихся пустот, укладка плит и затем бетонирование швов. В зоне подтопления находятся 182 линии электропередачи. Вода со временем вымывает грунт из-под опор. Они становятся неустойчивыми. Поврежденные фундаменты укрепляют бетонными конструкциями, мешками с песком. В компании сформирована паводковая комиссия. На случай чрезвычайных ситуаций разработаны схемы резервного электроснабжения. Не меньше хлопот энергетикам доставляют птицы. В долинах Аби можно насчитать две сотни различных видов пернатых. Они любят отдыхать на линиях электропередач и вить гнезда. Поэтому на опорах устанавливают специальные отпугивающие устройства. Птицезащитные устройства бывают разных типов. Их можно устанавливать на стеклянный изолятор, либо на арматуру. Устройство простое, из двух пластиковых частей на четырех болтах. Диаметр колпака 600 мм. Этого достаточно, чтобы накрыть гирлянду, изоляцию которой нередко загрязняют отходы пернатых. Также на опоры устанавливают антиприсадочные устройства. Они напоминают пластиковых ежей. Концы шипов загнуты. Птица об них не поранится, но и не сможет сесть на опору. За семь лет энергетики установили на территории Югры 12 тысяч птицезащитных устройств. Они сконцентрированы в местах скопления пернатых. Это места, где организованы свалки, водоемы, природные водоемы, где, скажем так, с небольшой глубиной, где удобно нереститься и в дальнейшем там откармливаться, подрастать рыбам, которые птицы активно питаются. То есть это леса, через которые практически проходят линии электропередач. В нашем филиале с 2018 года активно начали внедряться птицезащитные устройства. В местах, где эти защитные средства установлены, мы не обнаружили ни погибших птиц, и, соответственно, аварии в этих местах не случались. В этом году на защитные устройства энергетики потратят более 15 миллионов рублей. Работы уже ведутся с начала февраля. Приборы установят на 35 воздушных линиях электропередачи до конца апреля. Защитные меры помогают не только снизить аварийность производства. Это еще и забота об экологии региона. Приборы продлевают жизнь птицам, занесенным в Красную книгу, беркутам, черным аистам, орланам, белохвостам. Вместе с энергетиками к лету готовились Елена Составова, Евгений Лоскутников. Специально для программы «Больше чем новости» из Нижнего Артовска. 25 апреля в этом году в Югре обозначено как дата начала пожароопасного периода. Об этом сообщил заместитель губернатора Алексей Забазлаев на совещании, посвященном готовности лесопожарных подразделений МЧС к сезону. Прошлый год оказался для них крайне напряженным. Количество пожаров в 2020-м более чем вдвое превысило тот же показатель 2019 года. 470 возгораний на площади более 140 тысяч гектаров. Главной причиной стали сухие грозы и сильный порывистый ветер. Почти 60% пожаров тушили или локализовывали в первые сутки. Важно отметить, что каждый год в округе сокращается площадь территорий космического мониторинга. По закону пожары в таких зонах тушатся только если есть угроза населенным пунктам или объектам экономики. С 2019 года такие зоны сокращены более чем на треть. А значит у лесопожарной службы есть возможность спасти еще больше лесов. На третьем месте среди причин лесных пожаров люди. И тут прямая связь с началом охотничьего сезона. А теперь о том, что жители региона чаще всего на этой неделе искали в сети. Наша традиционная рубрика «Всплеск интересов». Итак, по запросам в Яндексе на пятом месте фильм «Мортал Комбат». Это такая попытка реинкарнации легендарной игры и фильма из 90-х. Далее ВПР – это нервы и слезы всех школьников. Расшифровывается аббревиатура «Всероссийские проверочные работы». В интернете можно найти много демонстративных вариантов. На третьем месте обсуждаемая история с российским блогером Эдвардом Биллом. Он выехал на встречную полосу и врезался в четыре автомобиля. Пострадали люди. Следующей темой интересующей пользователей Яндекс стало «Благовещение». Важнейший христианский праздник. Но и чаще остальных в поисковой системе забивали российский супергеройский фильм «Майор Гром. Чумной доктор». Такой была еще одна неделя в Югре. В следующую субботу мы вновь расскажем историю жизни югорчан. До встречи. Продолжение следует...